Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги Библия в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫЙ ГОРОДСКОЙ СТЕНЫ Когда услышал Санавалат и Тови, и Равитяне, и Аммонитяне, и Азотяне, что стены юрусалимские восстанавливаются, что повреждения начали заделываться, то им было весьма досадно. И сговорились все вместе пойти войною на Иерусалим и разрушить его. И мы молились Богу нашему и ставили против них стражу днем и ночью для спасения от них. Но иудеи сказали, ослабила силу уносильщиков, а мусора много, мы не в состоянии строить стену. А неприятели наши говорили, не узнают и не увидят, как вдруг мы войдем в средину их и перебьем их, и остановим дело. Когда приходили иудеи, жившие подли них, и говорили нам раз десять со всех мест, что они нападут на нас, тогда в низменных местах у города, за стеною, на местах сухих поставил я народ поплеменно, с мечами, с копьями и луками. И осмотрел я, и стал, и сказал знатнейшим и начальствующим и прочему народу, не бойтесь их, помните Господа великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих, и за дочерей своих, за жен своих и за дома свои. Когда услышали неприятели наши, что нам известно намерений, тогда разорил Бог замысел их. И все мы возвратились к стене, каждый на свою работу. С того дня половина молодых людей у меня занималась работой, а другая половина их держала копья, щиты и луки и латы. И начальствующие находились позади всего дома иудина, строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них. Одной рукою производили работу, а другую держали копье. Каждый из строивших перепоясан был мечом под чреслку свою, и так они строили. Возле меня находился трубач. Текст по книге Биглия в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова